В Смолинской области есть город Гагарин. Это бывший Гжатск, переименованный в честь первого космонавта Земли. Но родился Юрий Алексеевич Гагарин не в Гжатске, а километрах в 20 от него, в деревне Клушино. Туда мы и отправились посмотреть, как жил маленький Юра Гагарин и его семья. А жили они в этой простой деревенской избе, большой семьей, мать, отец и четверо детей. Юрий был третьим по возрасту. Здесь же пережили фашистскую оккупацию. Эта изба в Клушино на самом деле копия. В конце войны Гагарина переехали в Гжатск, а дом разобрали и увезли с собой. Он и сейчас стоит на новом месте, тоже служит музеем. Здесь же все восстановили по возможности так, как было прежде. Большая комната с простой мебелью, маленькая спальня, печка, просторная хозяйственная пристройка для скота. Все можно посмотреть, потрогать. Музейные сотрудницы замечательные, очень приветливые. Всегда рады рассказать, что здесь и как. Видно, что хозяйство было приличное. Скотина, птица, запасы. В самой избе все чисто, в кружевных салфетках. Между прочим, есть и что-то вышитое мамой Гагариной. Двор очень красивый в цветах. Наверняка маме Гагарине бы понравился. Спокойная жизнь для Клушина кончилась в октябре 1941-го, когда немцы оккупировали Смоленщину. Из Бугагарина их заняли под мастерскую, а хозяев выгнали на улицу. Тогда они выкопали во дворе землянку и больше года прожили в ней, пока немцев не выгнали. Сейчас землянку восстановили. Входить в нее надо прилично нагибаясь. Только в ней было не так сухо и светло, как сейчас. Сестра Гагарина, Зоя, приехав на открытие музея, со вздохом заметила. Нам бы тогда такую землянку. Ну, это все же музей, сырость разводить нельзя. Вообще, Клушина – прекрасное место, чтобы побывать здесь перед прогулкой по городу Гагарину. Все-таки Юрий Алексеевич родился именно здесь. Здесь рос аж до 11 лет. И, между прочим, здесь, по воспоминаниям его друзей и родственников, впервые увлекся самолетами, когда наблюдал за воздушными боями над деревней. Здесь зародилась его мечта стать летчиком, которая и привела его в космос. В каждом выпуске мы рассказываем о необычном и самом интересном. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик уведомлений, смотрите и путешествуйте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!